Пронзительный ветер дул в лицо Николая, который вышел из душного здания военного комиссариата своего района. Однако свежий воздух, наполнивший легкие, не приносил облегчения, на руках были документы об инвалидности. Вояка, отдавший служению родине не только силы, но и здоровье, мог гордо смотреть в будущее. За долгие годы, которые боевой офицер провел буквально на линии огня противника, он успел накопить огромную усталость. По пути домой бывший боевой офицер решил зайти в кафе, чтобы отметить праздничным обедом новый этап жизни. Впереди теперь размеренное тихое существование, которому как раз не особо готов. Все годы послевоенного училища я провел на войне, а там свои правила и условия обитания. Николай просматривал меню и не понимал, какой кулинарный выбор сделать. Да, сидеть вечно на печи и жевать домашние пироги мне еще не приходилось. Возможно, сейчас и будет самый жестокий бой за выживание. Не весело думал мужчина. Ход его мыслей выглядел далеко не радужным, потому как впереди ждала смутная перспектива, а как известно, именно неопределенность и является основным врагом. Причем именно скрытым врагом она сейчас была для Николая Зайцева, ведь тот до недавнего времени знал про свою жизнь и ее планы абсолютно все. Он и представить себя не мог без боевых операций, жесткой дисциплины и постоянного чувства опасности. Именно из этих составляющих и складывалась его каждодневная жизнь. А сейчас все резко изменилось. Мужчина кивнул официанту. Принесите блюда дня от шеф-повара и что-нибудь на закуску. На ваш выбор. Николай не был привередлив в еде, ведь его кулинарное пристрастие долгие годы определялись самыми простыми блюдами. Да что говорить, ведь зачастую именно сухой паек был тем самым главным блюдом от шеф-повара. Официант удалился, а он стал осматривать окружающее пространство. Среди гостей и ромашки были несколько семейных пар с детьми. Казалось, что все посетители вполне счастливы. Дети с удовольствием уплетали мороженое и пирожные, а их родители мирно беседовали и любовались отпрысками время от времени. Вот ради этих людей, и их счастья, я и служил Отечеству. Все-таки хорошо результат видеть на лицо. Зайцев улыбнулся и принялся ковырять вилкой в принесенной официантом тарелке с закуской. По понятной причине, вхождение в мирную жизнь имело массу не самых приятных моментов. Майор был одинок, денег не скопил, а друзья оказались далеко в горячих точках, там, где навсегда осталось его отважное сердце. «Ладно, прорвемся. Моя инвалидность только на бумаге кажется приговором. А на самом деле с хромотой тоже можно жить. Конечно, пенсии будет маловато, но для этого у меня есть, кроме не самых быстрых ног, еще руки и голова». Зайцев вновь улыбнулся и продолжил трапезу. Нужно отметить, что Николай воспитывался в детском доме. Он ничего не знал ни о своих родителях, ни вообще о каких-либо родственниках. Искать его никто не искал, и он тоже этого не делал. По документам у Зайцева никого не было. Он числился подкидышем, и кто его мать и отец неизвестно. «Если бы я был нужен, то меня бы не отдали в детский дом. Зачем искать родных? Какой в этом смысл?» Ну, вот находят друг друга такие потеряшки, как я. Рассказывают о перипетиях жизни. У каждого своя судьба и свой уклад. Чего ворошить все это? Не раз думал он, уже будучи взрослым. Его характер был выкован именно в этом временном пристанище для одиноких детишек, а потом педагогами в военном училище и боевыми товарищами, находящимися всегда рядом. И хотя в свой адрес он мало получал доброты и тепла, Зайцев никогда не сетовал на судьбу ни тогда, не собирался меняться в этом качестве и сейчас. В уютном кафе мужчина просидел достаточно долго, на улице зажглись фонари, мимо окон кафе спешили куда-то прохожие. Тени домов вытянулись и растворились. Наступал тихий вечер. Николай еще раз окинул взглядом гостей заведения и, рассчитавшись за заказ, стал собираться на выход. Его движения были четкими и выверенными, что выдавало в крепком мужчине кадрового военного. Дома никто не ждал, да и эта квартира была не его, просто один из боевых товарищей, который пребывал на очередном задании, оставил ключи со словами «живи сколько хочешь». Николай уже который раз приходил сюда с мыслью, что все будет снова как вчера или позавчера. Было понятно, нужно что-то кардинально изменить. Однако четкого решения, как на войне, не приходило. День гребаного сурка. Утро, похожее на предыдущее, а предыдущее на то, что было перед ним. Эдак можно свихнуться. На войне каждая минута могла быть последней. Ничего нельзя было предугадать. День прожил, и то хорошо. На завтра ничего не планируешь по тому, как будет бой, и, возможно, ты уже не вернешься. А здесь можно по минутам все расписывать и следовать этому четкому плану. Скукота. Думал майор, засыпая в своей уютной кровати. И вот как-то раз его разбудил громкий звук дверного звонка. Мужчина впервые услышал этот неприятный звон, так как до этого никто не приходил к нему в гости. Николай резко поднялся с постели и быстро вышел в коридор. Нарушительницей его покоя была пожилая женщина, которую Зайцев с трудом, но узнал. «Здравствуйте. Извините, но я не знаю вашего имени». Боевой офицер в отставке почувствовал некоторое смущение. «Доброе утро, молодой человек». Голос седоволосой женщины был на удивление моложавым и приятным. «Не сочтите меня невежливой? Проходите, пожалуйста, в квартиру». Николай сделал приглашающий внутрь помещения жест. «Я не смогла не сообщить вам очень важную информацию. Меня зовут Галина Яковлевна, я из 54-й квартиры соседнего дома. Вам это что-нибудь говорит?» – спросила она и внимательно посмотрела на майора. «Я вас помню», – воскликнул Зайцев. «Вы соседка Алины Смирновой, верно?» «Точно. И пришла сюда на правах человека, которому не безразлична судьба ребенка». Женщина на мгновение прервалась, обдумывая речь. «Ребенка?» – эхом отозвался мужчина. «Да, именно». В ее голосе появились волнительные нотки. «Говорите же скорее». Николай ничего не понимал, но его пульс почему-то участился. Офицера уже перестало что-либо волновать, но сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Помнится, что шесть лет назад вы, так сказать, дружили с Алиной?» Галина Яковлевна продолжала тщательно подбирать слова. «Я все помню. Да, мы с ней встречались. Недолго, конечно». Зайцев начинал отдаленно понимать суть визита неравнодушной соседки. «Тогда вы должны знать, что после вашего убытия на войну Алина родила дочь. Знаю, что ребенок именно ваш и ничей больше. Уж поверьте, я в таких делах разбираюсь. Если бы были у меня сомнения, я бы сюда не пришла». Уверенно сказала она. Пожилая женщина всю жизнь проработала акушеркой в родильном доме и смогла вычислить время, в которое девушка забеременела. А тогда с нею встречался именно Николай и никто больше. Алина была у нее как на ладони, других ухажеров у девушки еще долго не наблюдалось. Может, молодая особо верила в то, что бравый офицер вернется к ней с войны и ждала его какое-то время. После родов ее понесло во все тяжкие. Женихи менялись, как перчатки, а малышка для молодой матери была только в тягость. «Да, мы с Алиной как-то не планировали рождение ребенка», – ошарашенно выдавил из себя Николай. «Так и получается, поверьте мне, дети зачастую бывают незапланированными», – парировала пожилая соседка Алины. «Значит, вы действительно ничего не знали?» – женщина внимательно посмотрела ему в глаза. Она увидела, что мужчина сейчас находится в волнительном состоянии из-за новости. «Конечно, не знал. И что с ней? С девочкой? Вы же пришли рассказать». «Она в детдоме», – Галина Яковлевна произнесла фразу дрожащим от волнения голосом. Слова были сказаны достаточно громко, однако до сознания мужчины они дошли не сразу. В его мозгу сейчас происходил настоящий бум, а кровь в жилах стремительно закипала. Было очевидно, что текущий разговор стал для Зайцева судьбоносным. Из дальнейшей беседы Николай узнал, что из-за социального образа жизни Алины ребенок в конце концов оказался в сиротском доме. Она ее и не кормила толком, девочка по подъезду ходила да просила что-нибудь покушать. Эти постоянные мужики – каждую неделю новый ухажер. Жили на детское пособие, ребенку ничего не доставалось. «Мы уже смотрели на все это безобразие, да кончилось всякое терпение. Пошли в отдел попечительства и нажаловались на горе-мать», – сказала Галина Яковлевна. «Хотя я понимаю, что в детском доме тоже не сахар, но хотя бы у девочки будет чистая постель и горячая еда», – добавила она. Когда визитерша покинула квартиру, Зайцев еще около получаса не мог прийти в себя. Майор не понимал, как можно при живой матери оказаться в детском доме. Получается, что дочка повторяет мою собственную судьбу. «Только я свою мать и отца не знал с самого рождения», – подумал он с горечью. Боевой офицер, не раз видевший смерть лицом к лицу, впервые в жизни растерялся. Ведь сейчас ему следовало сделать серьезный выбор. Хотя этот самый выбор был совершенно очевиден. Важно забрать ребенка из детского дома и точка. Николай Пулей собрался и помчался туда. Если сказать, что Зайцев в свои тридцать восемь лет, за плечами которого были десятки горячих точек и многочисленные боевые выходы, сейчас дрейфил, то значит не сказать ничего. Этот мужественный человек дрожал, словно осиновый лист на ветру. Он и представить себе не мог, как посмотрит в глаза брошенного ребенка. Как мне объяснить дочери, почему она в сиротском доме при живых родителях? Все валить на нерадивую мать? Не собираюсь, даже если она и виновата. Наверное, обмочу штаны, если дочь скажет мне, предатель. Как же мне найти нужные слова? Боевой офицер в отставке в ужасе представлял свою первую встречу с родным человеком. И вот он в детском доме. Уже состоялся первый разговор с директором этого заведения и выяснение всех деталей. Им оказалась довольно отзывчивая женщина. Для встречи с девочкой Николая попросили подождать в небольшой детской комнате типа красного уголка. Пока Зайцев ждал, то успел рассмотреть все вокруг себя. Здесь было довольно уютно. Чувствовалось, что к детям действительно проявлено теплое отношение и забота. А у нас такого не было. Все-таки здесь к деткам по-доброму относятся. Мужчина набрал полную грудь воздуха и сделал задержку. Это был его способ успокоиться в любой сложной ситуации. Когда он осматривал в окно игровую детскую площадку, к нему бесшумно подошла девочка и без слов взяла за опущенную кисть руки. От неожиданности довольно крупный мужчина чуть не лишился чувств. Он вытаращился настоящего рядом ребенка и буквально потерял дар речи. «Ты мой папа?» – спокойно и даже как-то буднично спросила она. В ответ Зайцев лишь начал глупо кивать головой и хвататься свободной рукой за горло, изображая полный паралич речи. Девочка погладила руку мужчины и приложила ее к своей щеке. «Теперь мы всегда будем вместе», – девочка не спрашивала, а утверждала. Казалось бы, в этой странной паре именно ребенок был родителем и волновался о слабом мужчине, который находился в полном смятении. «Как тебя зовут?» – вопрос, конечно же, был странным, тем более, что заведующая уже сообщила мужчине все данные ребенка. «Ксюша». Ребенок продолжал смотреть на большого мужчину и заботливо гладить руку. «Ксюшенька, я твой папа». Комок в горле снова встал поперек, но после глубокого вдоха исчез и родитель продолжил. «Я очень долго был в командировке и вот вернулся за тобой». А я знаю. Мне сон приснился, что мой папа герой и когда победит всех врагов, то заберет меня отсюда. Девочка ни слова не хотела говорить о матери. Теперь весь мир ребенка заискрился мириадами веселых огоньков. Девочка была достаточно развита, несмотря на полное отсутствие родительского воспитания. Ее мать неоднократно предупреждали и участковый, и органы опеки, что при продолжении морального поведения заберут ребенка. Но женщина продолжала привычный образ жизни и даже нисколько не расстроилась, когда Ксюшу увели из дома. И вот волшебное восстановление, пусть и не полной, но счастливой семьи состоялось. Были сданы образцы биоматериала на генетическую экспертизу и доказано родство. После этого Николай Зайцев собрал необходимый пакет документов. А для доказательства своей способности воспитывать и содержать дочь в достойных условиях ему пришлось даже подключить ресурс Министерства обороны, ведь там у него была масса знакомых из числа боевых офицеров, и вот две родственные души навсегда покинули сиротский дом и в прямом и в переносном смысле слова. Но недолго пришлось радоваться. Видимо, судьба всегда производит свой контрольный выстрел для окончательной проверки на прочность. Когда девочка оказалась под опекой родного отца и у нее наконец-то началось счастливое детство, в квартиру, где жила семья Зайцевых, заявилась Алина. Бессовестная женщина не стала ходить вокруг да около, а с порога потребовала финансовой компенсации за ребенка. Мужчина с огромным трудом сдерживаясь, чтобы не вышвырнуть ее в за шеи, внимательно выслушал. Да, встретил бы тебя на улице и не узнал ни разу. Подурнела сильно. А была ведь хорошей девушкой. Веселой, доброй. Почему так происходит? Слабость характера. Ну, так можно быть слабым, пока на тебе нет ответственности. Ведь родив ребенка, любая мать, наоборот, должна заумраться. Промелькнула у него, пока Алина говорила. «А ты, как я посмотрю, неплохо устроился. И такой же бравый офицер, как всегда. Только вон хромоногий. Кому такой нужен, уж не знаю», – усмехнулась она. «А Ксюшка вся в тебя, такая же жесткая и неудобная», – добавила непутевая мать. На лице Николая заиграли желваки и раздавался скрежет зубов. Ксюша смотрела на женщину с неискрываемым ужасом и пряталась сзади за отца. «Скажи своему новоиспеченному папаше», – обращалась она уже к ребенку, – «что я слово сдержу. Если сказала, что без денег не быть вам в радости вместе, то и не будет. Ты меня знаешь, мама слов попусту не говорит». «Хватит! Уходи отсюда! Не хочу тебя слушать и видеть. Ты мне не мама!» – Ксюша демонстративно закрыла руками уши и глаза. Зайцев открыл дверь и хотел уже насильно выставить женщину, однако та сама пулей вылетела на лестничную площадку подъезда. «Я свое слово сказала. Или деньги, или пойду в суд!» – кричала она, удаляясь. «Не бойся, доченька моя ненаглядная. Теперь нас уже никто и никогда не разлучит», – сказал Николай и прижал девочку к себе. Несмотря на полный финансовый кризис, у Зайцева не было ни малейшего сомнения насчет того, что он сможет с достоинством выйти из сложившейся ситуации. «Папочка, никогда не оставляй меня. Я так долго тебя ждала». Ксюша цепко держала отца за руку, и по ее щекам текли слезы. Сколько же она вытерпела в своей еще коротенькой жизни? Николай оторвал девочку от пола и поднял высоко к потолку. «Обещаю, что мы больше никогда не расстанемся», – четко проговорил он. Следующие три дня Николай посетил более десятка банков с целью оформления кредита. Однако везде его ждало полное разочарование. На четвертый день Зайцев решил обзвонить своих знакомых, у которых можно было перехватить сумму на время. Однако и здесь его ждала неудача. Трое из пятерых были на задании и недоступны для связи, а двое других недавно приобрели недвижимость в ипотеку и сами были в денежном затруднении. Оставалось два дня из отведенной Алиной недели. Голова шла кругом от одной только мысли, что может натворить эта бессовестная женщина. Действительно, Алина – генетическая мать. Хоть она уже давно плюнула на ребенка. У нее есть жилье, и при желании она может принести какую-нибудь справку о доходе. А что могу этому противопоставить я? Инвалидность, жилье съемное, работы нет и не предвидится. Не нужно быть предсказателем, что решит суд в случае заявления Алины. Думал Николай и скрежетал зубами от возмущения. И вот в тот момент, когда Зайцев уже почти отчаялся и готов был даже бежать с дочкой, куда глаза глядят, раздался звонок в дверь. Да чтоб тебя, у меня же еще есть двое суток. Мужчина готов был вышвырнуть предполагаемого гостя с лестничного проема. Однако на пороге квартиры показался Джафар. Этот сиротский вельможа был обязан российскому офицеру. Тот в одной из боевых операций спас жизнь его пятилетнего сына. И вот он сейчас пришел выразить свое уважение и поблагодарить героя. Чиновник прибыл в Россию из Сирии в составе государственной делегации, он воспользовался случаем встретиться со спасителем своего ребенка. «Дорогой мой Николай, ты спас не только моего сына. Ты спас весь наш род. Я тебе приехал поклониться от всех моих родственников и друзей. А еще хочу что-то для тебя тоже сделать знаменательное. И не отказывайся от даров», – сказал Джафар. «Я знаю, что у тебя нет своего дома, и поэтому мы решили тебе его подарить». С этими словами он подал ключи. «Это очень хороший, светлый и теплый дом», – добавил чиновник. «Вижу, ты чем-то сильно озабочен. Расскажи своему другу», – спросил тот. Николаю было неловко при таких обстоятельствах рассказывать о своей проблеме, но из-за безысходности и срочности решения самого важного в жизни вопроса он все-таки рассказал о ней. «Да, бывают же такие бессовестные женщины, а эта прекрасная принцесса должна воспитываться достойным человеком, то есть своим отцом. Не горюй. Твое горе – мое горе. Твое счастье – мое счастье. А деньги – это всего лишь средство для достижения целей. И другой цены у них нет». С этими словами чиновник распорядился решить вопрос положительно. Через два дня Алина получила деньги и исчезла с горизонта счастливой семьи Зайцевых. «Запомни, Алина, если я тебя еще хоть раз увижу или услышу, ты пожалеешь об этом, поняла?» – предупредил Николай женщину. «Да не пугай, не испугливых. А вообще ты не увидишь больше меня. Мы с моим принцем уезжаем в теплые края, подальше от вас. Я на морях не была ни разу. Вот хочу там поселиться и жить как в раю», – ответила Алина. «Аксеньку сам воспитывай, мне она не нужна была изначально». Женщина еще хотела что-то сказать, но Николай с грохотом захлопнул перед ее носом дверь. Он не хотел, чтобы Ксюша слышала об этом. Мужчина всячески оберегал нежную душу девочки. «Какая же дрянная баба, и как ее земля носит? Куда я смотрел? Ладно, зато у меня есть доченька. За это большое спасибо тебе, Алина». Мысленно попрощался он с женщиной. А потом они переехали в подаренный щедрым Джафаром дом. А еще пообещали, что обязательно приедут в гости к сирийскому другу и познакомятся с его большой и дружной семьей. Дом и впрямь оказался светлым и теплым. У девочки появилась своя уютная комната, а у Николая даже небольшой кабинет для работы. Ксюша, живя с отцом, навсегда забыла о том, что такое ходить несколько дней голодной и спать в холодном подъезде. Теперь Николай был для нее добрым и заботливым родителем. Через месяц после этих событий боевого офицера пригласили возглавить один благотворительный фонд с приличной заработной платой. С этого момента маленькая, но дружная семья Зайцевых уже больше ни в чем не нуждалась и могла полностью положиться на собственные силы. Два замерзших сердца, взрослая и детская, отогрели друг друга. Теперь они ничего не боялись. Хотя был момент, когда майор в отставке, считавший себя достаточно отважным человеком, в первый раз в жизни страшно испугался потерять маленькую девочку. Этот момент он запомнил на всю жизнь. Когда Ксюша засыпала в своей теплой кроватке, он сидел и тихонечко смотрел на нее. Маленький носик, пуговка, веснушки и подрагивающие черные реснички невероятно умиляли прошедшего горячие точки боевого офицера. Он даже не мог себе представить, что станет нежным и заботливым отцом. И может сейчас кто-то из его боевых товарищей сказал бы, эй, Коля, ты размяк, брат. А он бы ответил, нет, я все тот же. И сегодня, как и всегда, я защищаю и охраняю покой человека. Самого маленького и самого дорогого на земле. И если понадобится, я заслоню его своей грудью, не мешкая ни секунды. Николай заботливо поправил своей широкой рукой съехавший одеяльце, погасил настольную лампу и тихонько вышел из комнаты дочки. Девочка крепко спала и видела свои детские безоблачные сны. Он благодарил вселенную за счастье, которое она ему подарила.